Послание к Римлянам, пятнадцатая глава А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего и Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы. Исайя также говорит, будет корень Иесеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждаю. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благоествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам, ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что, когда приду к вам, то приду с полным благословением благоествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь.